Вот такие флигеля, как этот, отдельно стоящий, они очень характерны для города. Самый настоящий коттедж! Здесь была церковь придомовая. В эту церковь очень любил ходить император Александр I. Вчера вход в церковь, сегодня бар. Чем круче статус основного здания, тем помпезнее выглядит и его служебный флигель. Строилось это одновременно с дворцом. Это как всегда конюшня. Вот это вот здание кто-то даже называет самым маленьким домом в Петербурге. Служебный флигель, причем не только выходящий фасадом на улицу, но и не имеет никакого отношения ни к этому зданию, ни к этому. А к какому же тогда? Когда-то гаражи, конюшни, дворницкие и прачечные. Сегодня в них спрятались офисы, мастерские художников и даже жилые квартиры. Служебные флигеля. В Петербурге их десятки, а то и сотни. Чтобы вам удобнее было спланировать собственную прогулку в поисках этих маленьких неприметных домиков, мы разделили их по районам города. Начнем с центрального. И, внимание, то, что не вошло в телеэфир. Колоритная кафешка во флигеле, через который сам царь ходил замаливать грех отцеубийства. Подписывайтесь на полную версию другого Петербурга, чтобы узнать о самом контрастном городе еще больше. В центральной части города, за которую у нас сегодня отвечает Елена Игоревна, даже такие утилитарные постройки, как служебный флигель, выглядят более помпезно. Чего стоит хотя бы вот этот самый настоящий коттедж? Ну, я только так могу назвать этот красавчик. Мы сейчас находимся во втором дворе. И понятно, что когда строился дом на Маховую, сначала ничего здесь выстроенного не было. Но спустя 20 лет, в 1860-х годах, архитектор Генриксон возвел здесь, скорее всего, конюшенный флигель. Это вообще самый типичный вариант дворового флигеля. Смотрел планы этого здания. Сначала был какой-то небольшой флигелек, потом появился вот этот характерный скос в левую сторону. Каждый последующий хозяин, он все надстраивал, надстраивал, надстраивал. Конечно. Сначала он был одноэтажным. Спустя полвека архитектор Юлий Бенуа возвел второй этаж для кучеров. То есть там квартира была уже. А, ну стандартная история для служебных флигелей. Абсолютно стандартная. Вот твое хозяйство под тобой, а ты над ним живешь. Да. В стене этого флигеля до сих пор сохранились петли для ворот, которые открывались, когда туда въезжала карета. А потом уже заложили дверной проем, вставили окна. Да. В этом же флигеле был устроен ледник. А, соответственно, над этим всем прислуга и жила, да? Да, конечно. Наверху мог быть и сенник, могли хранить упряжь. И это, в принципе, могло использоваться и для хранения, и для жилья второй этаж. И уже в советское время был надстроен вот этот верхний этаж, очень интересный, потому что это деревянная надстройка над каменной. А, между прочим, здесь-то, в литейной части было запрещено строить дерево еще с 1846 года. И в советские годы этот запрет еще сохранялся. А, извините, это запрет вечный. Посмотрите, какие большие проемы окон. И расширили его так хитренько, раз, в два по сравнению с основным флигелем. Да, и грибком. И вообще эти надстройки крайне характерны для всех флигелей. Вот, например, на итальянской улице флигеля Министерства юстиции просто вот так прочерчены карнизами, которые показывают надстройку пятиэтажей. Если посмотреть на этот дом, кстати, с задней стороны, там такой глухой брендмауэр, и вообще не скажешь, что тут открывается такой вот дачно-особняковый вид. Великолепный загородный домик, если не понимать, что ты находишься между литейным и маховой. Вот так глаза закрыть слева-справа. Да, просто в Италии его бы сильно озеленили, ну, а здесь стоят автомобили. Главное – изоляция для очень многих. Все-таки это тихо, это спокойно, и ты чувствуешь себя хозяином своего дома. В Англии это тем более принято. Жить в любом таком домике гораздо престижнее. У Галсуорси описана одна аристократка в 30-е годы, переоборудовавшая конюшню с сенником под изящное дамское обиталище. Многие из вас подумали, что вот это какой-то древний замок эпохи Нииншанса, который чудом сохранился в Петербурге, но на самом деле это обычный дворовой флигель. Как вообще так получилось, что столь утилитарная постройка выглядит так необычно? Особенность Петроградской страны и их вот этих служебных построек, многие из них были выполнены очень художественно. Все-таки Петроградская, считалось, ее фирменный знак был – это ее интеллигенция, которая снимала здесь квартиры. Флигели, которые напоминают маленькие коттеджи, какие-то швейцарские шалея, маленькие домики в стиле ампир. Чем круче статус основного здания, тем помпезнее выглядит и его служебный флигель. Мы сейчас во дворе дворца великого князя Владимира Александровича, и вот это вот, это у нас что? Прачечная, дворницкая? Нет, это как всегда конюшня. Если смотреть со стороны миллионной улицы, буквально как небольшая часовня выглядит. Строилось это здание одновременно с дворцом, о чем говорит надпись 1870 год. Никогда не разбирался больше иксов и буквы В. Нет, ну М – это тысяча, Д – это 500, Три С – это три сотни лет, далее Л – это 50 лет, и Иксы – это по 10 лет. Интересно, что в каждом деннике было окно. Конечно, они сейчас частично перебиты, потому что тут были перестройки. Иногда в таких дворцах они были очень красивые, с чугунными колоннами, с дубовыми воротцами, а над ними, посмотрите, какой низкий этаж, и, скорее всего, там был сенник, и там хранили упряжь или что-то такое. Прямо напротив стоят кареты, над воротами ряд маленьких окошек, там могли жить конюхи. Конюхи? Удивительно, что он длиннющий, и, по сути, весь вот этот огромный двор посвящен исключительно транспортной инфраструктуре. Тут лошади живут, тут стоят кареты, тут хранится сено, тут живут конюхи. Сам великий князь должен был руководить Петербургской гвардией, у него было три сына, все они занимались верховой ездой, и это было основным местом их работы. А вот это вот полуподземное сооружение, это что? А это, скорее всего, ледник, потому что хозяйство большое, недаром, неподалеку, вот там уже, во дворце, отсюда находится большая столовая. 12.00. Служебный флигель может стоять не только во дворе, но и выходить своим фасадом прямо на парадную улицу. Вот эта вот небольшая пристройка, я сразу и не могу понять, она к какому зданию относится? Вот к этому красному или к желтому на набережной фонтанке? Она лежит к желтому дому номер 20. И ее назначение, в общем, понятно. Это флигелек, точнее, просто пристройка к дому. Была позже пристроена к особняку сенатора Неплюева. Неплюев продал это супруге сенатора Ватковского, а та в 1811-м уступила Министерству духовных дел. Охо-хо как! Здесь располагался лофт с многочисленным количеством увеселительных заведений, ныне закрытый, да? То есть сначала духовные дела, потом дела, мягко говоря, диаметрально противоположные. Но вот он как-то геометрически странно вписан в эту конструкцию, потому что сам дом Голицына, да, полукруглый, а он вот как-то треугольником сюда вставлен. Получается, он позже уже пристраивался? Да, конечно, он пристроен позже, уже в 19 веке. Дом Голицыну не принадлежал. Он все время был казенным до революции. Голицын, который здесь жил, совмещал в одном лице и министра народного просвещения, и министра духовных дел. Понятно, что в подобное министерство должны были ходить посетители, но не ходить же им через двор. В него нет входа, я смотрю. То есть есть ворота во двор, а парадной двери нету. Нету. И это очень характерно для 18 века было в Петербурге. Постепенно это уходило. Иногда рубили прямо в фасаде дверь. Иногда вот здесь появилась возможность строить вот такой вот крошечный флигелек, своеобразный вестибюльчик перед основным домом. Тамбур, проходная. Интересно, сейчас на месте проходной располагается достаточно уютная кафешка, внутри которой спрятан сюрприз. Себя чувствую не в холодном Петербурге, а как будто где-то в дворике Патио Барселоны либо Южной Италии. Раньше здесь, конечно, было все иначе. Флигелек заканчивался в середине, где-то метрах в трех от того места, где мы сидим. Можно потом увидеть грандиозные стены старого дома 18 века, через которые входили в него. А теперь там кухня вот этого барчика. Все перестроено, конечно. Конечно, перестроено. Вообще этот балкончик, он навесной, и он появился лет пять назад буквально. Но представьте себе, что мы сидим на уровне знаменитой Троицкой церкви Министерства духовных дел России. Здесь была церковь придомовая. Министр Голицын в 1812 году, как только въехал сюда, устраивает храм, причем приглашает Воронихина знаменитого. Уже Казанский собор построен. Отделывают этот храм черным бархатом. В нем фонарь в виде сердца, в виде сердца красного стекла, а Игоностас рисует Боровиковский. В эту церковь очень любил ходить император Александр I. Даже так? Именно так, потому что в эти окна можно было видеть Михайловский замок, и считается, что он замаливал здесь свой грех от соубийства. Церковь продолжала существовать до начала 20 века. Скорее всего, через этот флигелек, через который мы входили, житель Петербурга мог попасть в церковь. Ведь там сохранилась кладка даже. А, да, точно. Где сейчас зонтик стоит, вот вертикальная кладка заложенная. То есть это была дверь в придомовую церковь. Скорее всего, да, ну, в офиге, потому что она на втором этаже. Представить себе, что это церковные окна, сегодня мне очень трудно. Вчера вход в церковь, сегодня бар. Вот они, петербургские метаморфоны. Ну, вы знаете, для той же самой Барселоны это очень характерно, встретить в крочном барселонском дворике окна ближайшей часовни. Вот это вот здание кто-то даже называет самым маленьким домом в Петербурге, но удивительно, что это не самостоятельная постройка, а именно служебный флигель, причем не только выходящий фасадом на улицу, но и не имеет никакого отношения ни к этому зданию, ни к этому. А к кому же тогда? Дело в том, что я прекрасно помню, еще лет 10-15 тому назад на этом месте были ворота, никаких ступенечек не было. Над воротами располагалась крошечная квартирка. Это была привратницкая с воротами, усадьбы кушалевых безбородков на участке номер 3. Через дом. Через дом. То есть они въезжали в свое имение как бы через имение соседа? Это был черный выход. А сосед продал свою дворовую садовую часть. Владелец маломраморного дворца, или даже точнее дома, который был ранее на его месте, приобретая участок номер 3, купил еще и садовое место, участка номер 5, вот этого темно-серого дома. Даже если посмотреть сейчас нумерацию домов, вон тот дом номер 3, это дом номер 5, это дом опять номер 3, с литерой D, и это уже дом 7. И вот отсюда и вся вот эта путаница с нумерацией. Да, и мы можем пройти и посмотреть, как далеко проходила эта усадьба. Мы огибаем угол дома номер 5, за нашими спинами остается участок номер 3, а мы идем по саду бывшему, в котором даже стоял театр на месте этого доходного дома, укушилил безбородка, в саду были широкие дорожки, клумбы, альпийская горка, две оранжерея. Что же это за хозяин такой, который так запросто отдал свой огород соседу? Ну, во-первых, не отдал опротам. Земля здесь была дорогая, и далеко не всякому горожанину, а хозяевами были врачи и чиновники, и им нужно было жилище, а вовсе не огородный участок. И кушали у безбородка, у которого четверо детей, нужен был большой сад. И въезд, соответственно, то есть вот наш красавец, совершенно ужасный, да, с задней стороны, а вот тут и был въезд. Это был технический выезд. Так вывозили нечистоты, привозили всякие хозяйственные товары. Видимо, семья Привратника имела это единственным жильем. Как они отапливали, не понимаю, хотя там есть небольшая труба, но это как-то очень странно. И в середине 20 века построили вот эту внешнюю лестницу, бетонную, и заложили ворота. То есть квартира здесь была в том числе и в советские времена? Абсолютные, и в постсоветские тоже. Каково это, жить фактически в частном доме посреди каменного города? С одной стороны, никаких тебе соседей, с другой, насколько это безопасно, легально и ремонтопригодно. В следующих выпусках заглянем внутрь редких, но еще оставшихся в Петербурге жилых флигелей. Кроме того, зайдем во флигель, переделанный под скульптурную мастерскую, ну и, простите за розовые сопли, попадем в волшебную сказку на месте бывшей дворницкой. Подписывайся, чтобы увидеть, что за закрытыми дверями самых необычных уголков другого Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова